Так, дамы и господа, вот смотрите в чем смысл вот этой вот укладки на стол наших подопечных. Экономьте свое время. Я для того и показываю эти ролики, снимаю, чтобы вы запомнили всю вот эту эргономичность наших движений. Никаких личных движений мы просто не делаем, чтобы время-то бежит, да, оплаченное пациентом. И, соответственно, это время для него дорого, поэтому мы должны к этому времени относиться уважительно и делаем все быстро. Быстро разложили простынь, да, просто обратно процесс показывает, да, быстро раз, раз, одним движением протерли, накрыли пяточки, подогнули сразу же, видите, не по очереди я там что-то делаю, не сначала там спускаю с него белье, а потом закладываю. Одним движением раз, делали, да, потом вот пятки накрыли, да, тоже смотрите вот внимательно, не как-нибудь там одну сначала укутали, да, вторую или там пальчики начали щупать, да. А сразу взяли обеими руками, широким хватом, две ноги обняли, завернули простынь, да, и уголки вот тут вот за подушечку так раз и приложили. Все, он готов, он тут лежит, да. Ну, перед этим, конечно, проверили его симметричность, насколько у него там коленки относительно друг друга, да, бедра лежат ли ровно или нет, плечи лежат ли ровно или нет. И уши, да, вот смотрим, то есть все вот эти наши маркеры, получается, относительно оси позвоночника и тела человека должны быть симметрично расположены, да, вот мы проверили их, лопатки, плечи, уши и также пятки. Вот видите, одна пятка получилась чуть ниже. Возможно, это, конечно, анатомическая его особенность человека, да, но, скорее всего, он просто неровно лежит. Ну, может, чуть-чуть ее подтянуть, и вот пятки стали ровненько, да, расстояние относительно оси ровненько. Все быстренько проверили, да. Быстренько так же смотрите, если у человека, если он большой на столе просто не помещается, грузный, например, мужчина такой, да, у него могут будет вот локти падать. Чтобы не падали, попросите его подложить, ну, некоторые это автоматически сами делают, да, попросите подложить пальчики большие, может, указательные, там, или два пальца подложить под себя. А под бедра, да, подложили, все удобно. Или человек, ну, например, худой, да, ну, можешь положить не так, можно руки свесить вот со стола. Если человек худой, и у него не хватает просто мускулатуры, да, ему просто будет пережимать краешек стола. Ну, смотрите по обстоятельствам, да, можно руку положить чуть-чуть вот так вот, да, или вот чуть-чуть вот сюда вот положить. Или, смотрите, ну, в нашем случае мы работаем со спиной человека, да, и делим спину тоже по оси. Это вот у нас такая сейчас будет программа, поэтому для этого мы обрабатываем сначала ту часть тела человека, которая от нас дальняя, да, поэтому здесь надо полностью расслабить плечо. Вот здесь сейчас мышцы все напряжены, да, посмотрите поближе, вот они напряжены, да, поэтому руку вот так вот класть не надо. Руку кладем либо вот, чтобы она вот так была развернута, да, либо чтобы она была на столе, пальчики как чуть-чуть под себя, да, вот. Здесь мы работаем, но нам мешает вот эта рука, и ни в коем случае так не надо класть. Или если вот он кладет сюда, то тоже будет неудобно, мы об нее будем постоянно задевать. На-первых, нам неудобно, на-вторых, человек все время пихать в локоть, тоже как-то неэтично, да, поэтому просим его положить или сами, молча, может самим. Переложить руку вот сюда, достаточно комфортно. Если дырки нету, да, то попросите голову повернуть в нашу сторону. Проверните, пожалуйста, голову в сторону пациента, ну вот так вот, да. И, соответственно, когда мы перейдем на другую сторону человека, а будем обрабатывать ее правую часть, ну и перекладываем симметрично. Вот и весь секрет для начала работы, возьмите к себе на заметку.